Все группы детских садов начинают работать в свободном режиме. Приводить детей могут все родители, кому раньше отказывали в посещении дежурных групп. Но несмотря на возвращение в привычный уклад, изменения все-таки есть. Родителям, которые водили детей в дежурные группы, они уже знакомы. Мы просим родителей приходить только в масках в образовательную организацию. Мы сохраняем масочные режимы. Все режимы дезинфекции, необходимые проветривания, необходимая обработка, все это сохраняется в таком же режиме, как было в этот период. То есть все мероприятия по профилактике и по нераспространению ковида мы, безусловно, выполняем в обязательном порядке. Если ребенок плохо себя почувствует, ему лучше вызвать врача на дом. И уже на основании решения доктора будет понятно. Оставят малыша дома на один день или посадят на больничный. Посидеть как раньше пару дней и прийти в сад без справки не получится. Состояние здоровья работников дошкольного учреждения тоже уделяет большое внимание. На сегодняшний момент все требования по приходу любых работников в любую организацию, сохраняется термометрия в обязательном порядке, оценивание работодателям состояния здоровья. И только при этих условиях, что все в порядке, работник допускается до работы. Поэтому все меры, которые у нас были до этого, они также сохраняются. И воспитатели пока также сохраняют масочный режим работы. До тех пор, пока не будут сняты все ограничения на уровне Нижегородской области и города Сарова. В департаменте образования обращают внимание, что летом группы иногда смешивают. Из-за того, что многие воспитатели в отпусках. Поэтому не исключено, что водить ребенка придется пока в разновозрастную группу. Но эта ситуация временная. Никак не связана с пандемией. Также начинается прием новых малышей. Детки, которые к нам приходят впервые, это малыши, которые впервые поступают в образовательную организацию. Вот эти родители должны обратиться в детскую поликлинику, получить справку. И, соответственно, уже с результатами, со всем перечимым документом обратиться уже в образовательную организацию, которая примет их в свои новые группы и на новый учебный год. Основной приток детей ожидается в первые дни недели. После этого станет понятно, сколько групп еще требуется открыть.